Лев Толстой говорил, чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Действительно, нельзя поверить в то, что человек не прочувствовал на себе лично, то, что не совершил сам. Броз для меня, когда люди помогают друг другу, я могу сказать, какой-то выступ я совершила. На протяжении двух месяцев я со своей сестрой помогала бабушке. И каждый день, каждые два дня, каждый день я покупала ей еду, помогала подниматься по лестнице, потому что она была очень старая, она падала, с лестницы не могла подняться. Мы каждый раз приносили ей еду. И где-то два года назад, в прошлом году, я каждый раз после школы, когда у меня оставались дачи, ходила в церковь и отдавала без дома. Вот уже восемь лет, как по инициативе Культурно-благодворительного фонда Ашана при поддержке Министерства просвещения Республики, в нашей стране отмечают Всемирный день доброты. И по традиции, с утра во всех школах учителя и волонтеры проводят уроки добра. В третьей Сухумской средней школе директор фонда Ашана Мактина Джинджоля рассказала детям об истории и значимости этого дня. А дети же, в свою очередь, рассказывают о своем понимании добра. Я считаю, что доброта должна проявляться не только в этот день, она должна проявляться всегда. Всегда должна проявляться, помогать родным, близким, друзьям. Добрым, милосердным и отзывчивым нужно быть все 365 дней в году. Согласны со мной? Не только в день 13 ноября, не только во Всемирный день доброты. Для меня добро означает то, что помогать тем или иным людям, у которых нет возможности. Я один день, как-то раз, много мы ходили на берег, там много бездомных собак. Один день я купил очень много корма, много мисок, и собачки прибежали и начали его кушать. И я еще один раз спас собаку с дерева. У добра много лиц. Кто-то помог дойти до дома заблудившемуся слепому человеку, покормил птиц зимой. Кто-то улыбнулся прохожему, сказал доброе слово. Иногда мы так стремимся к собственному благополучию, что забываем о том, что мы в этом мире не одни. И кругом тоже люди, часто нуждающиеся во внимании. Если мы не будем сопереживать чужому горю, прислушиваться к собственной совести, то потеряем самую ценную способность делать добро. Я летом, мы с сестрами пошли гулять. Я вижу, у одной женщины упали деньги. Нет, деньги уже упали. И мы начали их искать. Мы пошли, где много людей, спрашивали каждого. Мы нашли ту женщину, и она нас благодарила. Сказала спасибо. Я думаю, что каждый вернет на эти недели деньги, кто-то, может быть, решил бы оставить их в себе. Поэтому это прекрасный пример. Я недавно помогала маме и помогала своим друзьям. То есть там у нас были иногда проблемы во дворе, там девочки ударились, и на ней помогла встать, и помогла ей дойти до дома. Спасибо большое. Всемирный день добра для учителей, учеников и родителей – особенный день. И отмечают его по-особенному. Каждый по-особенному отмечает. Кто-то говорит о добрее, о добрых поступках. Кто-то проводит ярмарки, поделки, продают дети между собой, вырученные средства направляют в фонда Шана. Кто-то проводит благотворительные акции, концерты, аукционы. И практически все мероприятия – они в поддержку нашего фонда. Эта акция, этот праздник не направлен на сбор средств. Он направлен больше именно на пропаганду добрых поступков. Продолжая урок добра, Мактина Джинджоля также поговорила с детьми о людях с инвалидностью. Она рассказала о том, что люди с инвалидностью имеют те же права, что и остальные. Их инвалидность не должна становиться препятствием для того, чтобы учиться, дружить, помогать другим или просить помощи у окружающих. Для того, чтобы люди понимали, что есть человеческое многообразие, что все мы разные, но у нас у всех одинаковые права, одинаковое чувство достоинства. Если у них в классе появится ребенок, одноклассник с проблемами по здоровью, ребенок с инвалидностью, чтобы они приняли его как равного. Вот об этом в основном будет урок. По традиции в этот день дети приносят в школу различные сладости, выпечку, игрушки и продают. А все вырученные средства отправляются в фонда Шана на лечение тяжелобольных детей. Ведь даже одно маленькое доброе дело может по-настоящему осчастливить множество людей вокруг, сделать всех чуточку добрее.